Сотрудники пациента этого момента ждали очень долго. Для реабилитационного центра Жайна, который в Эктубе работает уже не первый год, открытие нового здания начала новой жизни. Особенность центра в том, что дети с задержкой психического развития во время лечения могут находиться в нем вместе с родителями. В новом центре, который рассчитан на 100 детей, есть все необходимое для работы с детьми-инвалидами. Учебные классы, кабинет творческого развития, игровые и жилые комнаты. Особая гордость – сенсорная комната, предназначенная для индивидуальных и групповых занятий с детьми. Данное учреждение частное, но в нем будет размещен госзаказ. К примеру, в этом году из республиканского бюджета уже выделено 195 миллионов тенге. Создано 60 новых рабочих мест. Бердебек Сапарбаев сегодня лично оценил условия, созданные для пациентов. С его слов, дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особом внимании и заботе. 49-летняя Гульнаш Базарбаева с 10-летней дочерью тоже внимательно изучили новое здание центра Жайна. Девочка-инвалид с детства имеет не одно неврологическое заболевание. Уже несколько лет ребенок посещает врачей, и прогресс, как признается мама, налицо. 10 лет. У нее артрезия сухового прохода и отставание в психическом развитии. Мы не так давно переехали из Кинкияка и уже несколько лет посещаем центр Жайна. Видно улучшение в здоровье дочери. Педагоги, психологи – все ею занимаются здесь. Спасибо. Здешние врачи имеют большой стаж работы с так называемыми особенными детьми. Люди в белых халатах постоянно внедряют в свою практику новые методики восстановительного лечения. Очень хорошо детям помогают процедуры, сочетающие в себе и глоотерапию, и физиолечение. Но самое главное, признаются взрослые, – это любовь и терпение к детям с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, нужна любовь, терпение. Потом, знаете, постоянно говорить одно и то же, но это сто раз. Одно слово можно говорить сто раз, чтобы ребенок запомнил. Вот, понимаете? Потому что у некоторых память хорошая, у некоторых плохая память. Поэтому детям нашим приходится все заучивать наизусть. Ожидается, что в будущем проходить курс реабилитации здесь могут дети не только из-за Ктубе, но и со всего Западного Казахстана. Лиза Цакива, Олимжа Молдобеков, программа «Факт».